Самое время переодеться в рабочую форму. Республиканскому субботнику Донстарт тысячи бобручан отложили привычные дела, чтобы присоединиться к зеленой эстафете. Одна из самых масштабных работ у Вечного Огня. Здесь трудится руководство города во главе с мэром. Высаживают туи, можжевельники, спиреи. А в центре – молодой дуб, как символ мужества, силы, благородства и верности исторической памяти. Мы вместе наводим порядок в своем доме. Сегодняшний день, наверное, показывает, какие мы сплоченные. У братской могилы советских военнопленных, расстрелянных и замученных фашистами в Бобруйском концлагере, рука об руку с руководством города, трудится и молодежь. Здесь тоже высаживают деревья – 16 кленов. Повышенное внимание в этот день уделяет всем местам боевой славы. В год исторической памяти такой труд имеет особую ценность. Когда работаешь здесь, чувствуешь какую-то силу. И действительно, в это непростое время мы, наверное, должны чтить тех людей, которые подарили нам мирное небо. В любую погоду и всегда мы готовы трудиться на благо родного города Бобруйска и родной Беларуси. Разрастается и парк семейных деревьев в молодежном микрорайоне. Плюс 400 саженцев. Зеленая аллея здесь появилась еще в 2019-м. Кстати, подобные зоны есть и в Глузске, Осиповичах и Кировске. Еще одно историческое место, где кипит работа – мемориал боевой славы в честь 30-летия Победы. На Горелика трудятся коллективы красного пищевика и бабушкиной крынки – военные, администрация Первомайского района. К большой уборке подключили и ребят, которые стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, чтобы подать подросткам правильный пример. Пойдет всем на пользу. Дети, может, что-нибудь поймут, когда будут убирать эту территорию. Мы проводим с ними работу, чтобы они могут исправиться и дальше пойти и жить лучше. На территории санатория «Шинник» трудятся почти две сотни человек. Объем работы не маленький. Нужно привести в порядок одно из любимых летних мест отдыха – бобручан и гостей города. Сотрудники Белшины убирают старую листву, оформляют клумбы и чистят от мусора пляж. Это уже просто добрая традиция, которая сложилась годами, десятилетиями, когда наши люди, от простого рабочего до руководителя, принимают участие в этих субботниках. Это всегда празднично, задорно. Возможность принять участие в республиканском субботнике дают каждому. Всем проводят инструктаж по охране труда и выдают инвентарь. Дальше дело только в энтузиазме. К эко-челленджу присоединяются как опытные работники, так и маленькие патриоты. Убираю санаторий. А для чего убираешь санаторий? Наверное, чтобы чисто было? Да. Листья, грибу, давно грибу. На субботник нужно выходить, чтобы облагораживать территорию свою, чтобы был праздник, чтобы чистота была, кругом порядок. Ну и никто не отменял традиции еще. Субботник, он должен быть субботником, он должен дарить людям радость, настроение. К республиканскому субботнику подключается каждый четвертый житель Синеокой. Собрано порядка 10 миллионов рублей. Все эти деньги направят на капитальный ремонт и реконструкцию мемориального комплекса Хатынь. Субботник – дело добровольное. И, как показывает практика, провести время на свежем воздухе, в хорошей компании и внести вклад в облик малой родины ежегодно откликаются миллионы белорусов. Проделанная работа будет радовать глаз еще не один день. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.